Старшеклассников познакомили с профессиями библиотекаря, актера и журналиста. Встреча состоялась в рамках профориентационного мероприятия «Горизонты поиска и достижений», организованного в библиотеке семейного чтения номер 5. Побывала на нем и наша съемочная группа. О том, какие специалисты сегодня востребованы на рынке труда и почему так важно сделать правильный выбор, рассказала представитель Центра занятости населения. По статистике, третью часть своей жизни человек проводит на работе, поэтому к выбору профессию стоит подойти осознанно, говорили школьникам на творческой встрече. Александр Энс планирует стать журналистом. Он уже набирается опыта в школе репортера, встречается с интересными людьми и публикует материалы в средствах массовой информации. Про это очень интересно писать, очень интересный опыт. И правильно говорит какой-то журналист, не помню фамилию, о том, что вам буквально все дороги открыты. Очень здорово, когда вы видите свою фамилию под какой-то статьей в газете или репортажем на телевидении. Для тех, кто еще только стоит перед выбором, в библиотеке организовали профориентационное мероприятие. В течение учебного года приглашенные специалисты рассказывают об особенностях той или иной профессии. Мы проводим их регулярно, стараемся каждый год делать для старшеклассников, чтобы сориентировать их, какая ситуация на рынке труда в Магнитогорске. Приглашаем специалистов, чтобы им рассказали об этом. Приглашаем представителей разных интересных специальностей, чтобы ребята могли иметь представление о разных специальностях, именно о людях, которые их представляют, и могли сделать свой выбор. Екатерина Нужнина – лучший молодой библиотекарь страны. Она работает в ручьевке. Екатерине свою профессию выбрала не случайно. Екатерине нравится литература. Она читает много книг, а потом делится впечатлениями на просторах интернета. Чтобы работа в будущем приносила удовольствие, Екатерина советует задать себе простой вопрос – чем нравится заниматься больше всего? Для меня библиотечное дело – это профессия очень творческая, хотя вам, возможно, не кажется так, пока вы в нее не погрузились. Здесь очень много возможностей для роста, для развития. Также это возможность проявить себя как создателя каких-то мероприятий, выступать перед аудиторией, перед публикой. Также это возможность общаться с людьми, узнавать их, помогать им, рекомендовать им что-то интересное, полезное. То есть это профессия, которая помогает быть полезным. В этот день школьники познакомились и с другими творческими профессиями. Кирилл Копылов рассказал, как стал актером драматического театра имени Пушкина. Корреспондент и телеведущий телекомпании ТВИН Игорь Гурьянов о тонкостях профессии журналиста. Он уверен, что профессионального бедищика от блогера отличает персональную ответственность за сказанное и написанное. Профессия журналист должна объединять в себе эрудированность и начитанность библиотекаря, актерские способности артиста и компетентность специалиста по рынку труда. Все вместе это более или менее средненький журналист. Творческая встреча стала заключительной. В этом году узнакомить школьников с различными профессиями в библиотеке продолжат уже в новом учебном году.